Видишь, как вы гоняете, да? Как ты так не стоишь! Как ты так не стоишь! Просто развлекаемся на соображение, на интеллект, на координацию движений. Спортивные игры есть те, которые входят в параолимпийское направление. Просто познакомить, чтобы ребята с интеллектуальными нарушениями, инвалиды, пожилые люди могли приходить и заниматься. У нас создан клуб настольных игр на базе комплексного центра «Забот». И бесплатно пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья могут приходить и заниматься. Здесь мы просто знакомимся. У нас нет соревновательного эффекта. У нас переходят от стола к столу, познакомились с одной игрой, перешли к другой. То есть такой эффект. Но летом, мы хотим до лета подготовить команды и провести уже соревнования, когда будут и победители, и награждения. Сейчас без наград просто повеселиться. Дай-ка я. А вы сверху. Вот, вот сверху. Вот в первый раз они получаются. Много очень игр интересных. Они и интеллектуальные, и на сообразительность, и на смекалку яркие все. И, ну, как бы детям нравится, нравится даже взрослым. Поэтому очень хотела бы, чтобы почаще были такие мероприятия проводились у нас. Спортивные настольные 11 игр и 65 просто настольных игр. На любой вкус, на любой возраст. Есть от нуля, как у нас девочки смеются, и малыш справится. Есть те, которые, конечно, нужно подумать, посидеть. Мне очень нравится «Новус». Это настольная спортивная игра, которая пришла к нам из Латвии. То есть там очень долгая история. Это морская... Моряки играли. Это морской бильярд. Там кей, там небольшой стол. Почти условия, как в бильярде, но более-таки сложные и комфортные условия, то, что он небольшой. Мы почему-то такие игры покупали. Они удобны и колясочникам. То есть людям с ограниченными движениями здоровья. То есть у кого ДЦП вот такие. То есть столы низкие. Не надо применять большую силу. Ну, это все равно эмоциональная разгрузка. Люди получают настроение в таком плане. Прямо доливается. Слушай, вообще, да? Тыщи, тыщи. Почти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова